Селям алейкум, здравствуйте! Как изменилась наша республика со дня всекрымского референдума? Большой путь и ключевые достижения. Пять лет крымской весне – тема нашего эфира сегодня. И мы традиционно начинаем с нашего сюжета и вернемся в студию очень скоро. Крымская весна 2014 года стала историческим событием глобального значения. События тех дней послужили началом нового этапа в жизни не только нашей республики и России, но и всей системы международных отношений. В экспертной среде утвердилось определение «Крымский консенсус», обозначающее общероссийское общественно-политическое единение. При этом, после попыток силовым способом повлиять на решение Крыма и России, после введения череды санкций все-таки во внешнем контуре, приходит осознание того, что возвращение Крыма придется признать, хотя бы через принятие статуса КВО. Так быстро прошедшие пять лет стали для Крыма периодом инфраструктурного преображения. Ключевой задачей буквально сразу же стало строительство моста над Керченским проливом. За кратчайшие сроки сложнейший проект был реализован. Началось и успешно продвигается строительство трассы Таврида. Уже очень скоро она станет главной артерией Крыма. А главными воротами республики стал новый терминал аэропорта Симферополь. Высокотехнологичный, суперсовременный аэровокзальный комплекс построили в чистом поле менее чем за два года из наших материалов и по нашим технологиям. Полностью была решена задача достижения полной энергетической независимости от сопредельной страны. Так было реализовано строительство энергомоста в Крым. Для всех мусульман ключевое значение имеет строительство соборной мечети. Она откроет свои двери для всех прихожан уже в этом году. Республике нужна современная медицина. С этой целью под Симферополем полным ходом идет строительство многопрофильного медицинского центра Крымская республиканская клиническая больница имени Симашко. Уже очень скоро крымчане получат новый объект здравоохранения, в котором будут функционировать более 20 специализированных отделений. Воплощается в жизнь многолетняя мечта президента Кипуфевзи Якубова. Центр полиэтнической культуры молодежи будет вмещать в себя студенческие общежития, спортивные залы, мастерские народных промыслов, библиотеку, объекты культуры и досуга для молодежи. Конечно, для государства чрезвычайно важным является обеспечение Крыма социальными объектами, школами, детскими садами, дорогами регионального значения. За последние годы республика при непосредственной поддержке федерального центра сделала колоссальный шаг навстречу людям. Непосредственно в среде крымских татар стали появляться новые общественно-политические силы. Мы все ближе узнаем лидеров нового поколения и перспективных деятельных чиновников. Появились также свои общественные средства массовой информации. Канал Миллет и радио Ватан Седоса ведет активную, разностороннюю работу медиа-центр имени Гаспринского. Было завершено строительство школы номер 44 города Симферополя, которую в народе прозвали школой четырех украинских президентов. Делали шаги вперед в разрешении жилищной проблемы. Предусматриваются средства для выкупа жилья для граждан из числа народа, подвергшихся незаконной депортации из Крыма по национальному признаку. Выделяются средства для оказания единоразовой материальной помощи на завершение строительства жилых домов. Граждане-очередники стали справедливо получать свои долгожданные квартиры в различных городах Крыма. Был решен затянувшийся и очень болезненный вопрос, получивший название «Поляны протеста». Началось строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации 1944 года на станции «Сирень». Крымская весна 2014 года – это уникальный пример гражданской инициативы и политической ответственности России как государства. Наша республика развивается, реализуя в жизнь девиз «Процветание в единстве». Уважаемые телезрители, мы традиционно в прямом эфире просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Почувствовали ли вы позитивные изменения за прошедшие пять лет? Да, либо нет, пожалуйста, активно голосуйте. Иван Александрович, собственно, какие вы ключевые изменения можете выделить за прошедшие пять лет? Знаете, прежде всего надо сказать, что жизнь поменялась полностью. Вот пять лет – это пять успешных лет. Сергей Аксенов в отчете перед Государственным советом Республики Крым сказал, что прошедший период можно назвать пятилеткой победы. Я думаю, каждый из участников сегодняшней дискуссии со мной согласится. Ведь это действительно так, потому что мы видим прорывы во всех сферах жизни общества. Вы уже сказали и об энергетике, и о транспортной инфраструктуре, и о том, что по всему Крыму мы видим строительство объектов, социальной инфраструктуры. Это не только больницы, но и действительно детские сады, школы. Я, знаете, я впервые увидел, что наконец-то происходят ремонты в библиотеках, наконец-то происходят ремонты в сельских домах культуры. А мы понимаем, что в сельской местности это такие точки притяжения культурной жизни. Потому что больше ничего там нет. Мы видим, что строятся дороги. И самое главное, знаете, мы видим, что и общество стало другим. Ведь и социологи, и политические эксперты, они фиксируют тот факт, что люди наконец-то обрели чувство собственной безопасности. Этот факт фиксируют федеральные социологические исследовательские организации. Вы знаете, что в Крыму постоянно проводят социологические исследования. Часто анонимного характера, потому что эти исследования проводятся с определенной периодичностью. Потом выстраивается выборка. Ну, в общем, это интересно, наверное, эти подробности для профессионалов. Главное, надо сказать, что за пять лет число сторонников российского выбора в Крыму возросло. И это тоже фиксирует федеральные социологические организации и такие государственные институции, как Федеральное агентство по делам национальности. В социологии есть понятие протестной группы. Действительно, в 2014 году была протестная группа. Собственно говоря, были и те люди, которые проголосовали на общекрымском референдуме за другой вариант. Это абсолютно нормально. Люди имели право высказать свою позицию в соответствии с демократической процедурой. Знаете, эта протестная группа также уменьшается. И мы это видим. Значит, это говорит о том, что люди не зря сделали свой выбор. Ну и самое главное, я об этом говорю постоянно сейчас, вот в эти праздничные дни. Все-таки пять лет назад люди голосовали не за российские зарплаты, не за российские пенсии. Это был такой культурологический, исторический, геополитический выбор. Конечно, мы увидели существенное улучшение в социальной политике. Мы увидели заботу, наконец-то, государства о незащищенных слоях нашего населения. Но все-таки этот выбор был сделан изнутри, от сердца, от души. И нельзя мерить, конечно, достижение пяти лет, знаете, в какой-то продуктовом каком-то наборе, как стали жить лучше люди. Да, безусловно, стали. Но самое главное, что мы не разочаровались. Наше общество не разочаровалось в своем выборе. А ведь какой сложно мы период прошли. Вспомните, бивалютная система, блэкаут. Вот во время блэкаута, считай, прошел второй референдум в виде опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мне тогда тоже лично звонили социологи с вопросом, готовы ли вы, чтобы энергетика из Украины поступала при условиях, если Крым будет признан в документах части Украины. Конечно же, нет. И люди тогда, которые жили без электричества, вы помните, вот эти веерные отключения, проголосовали за вариант, что мы потерпим, но будем энергонезависимыми и от Украины нам ничего не нужно. Это все-таки еще раз говорит о том, что люди голосовали не за зарплаты, не за пенсии, не за объекты социальной инфраструктуры, а делали вот свой исторический, геополитический и, самое главное, культурологический выбор. Ленур Азизович, ключевым документом для нас является, безусловно, федеральная целевая программа. Решением правительства она была продлена до 2022 года. Какое-то для нас имеет значение и что уже реализовано в рамках данной программы? Конечно, безусловно, с тех пор, когда как раз мы в этом году, 21 апреля, будем праздновать и пятилетний указ выхода этого значимого и очень важного документа для всех нас, поскольку действительно в этот момент сразу же мы все поняли и всем было понятно, что историческая справедливость восстановлена. И, конечно же, в рамках уже реабилитации и восстановления прав, конечно же, большим значением имелось, и об этом говорил Владимир Владимирович Путин, о том, что все те граждане, которые на сегодняшний день проживают в республике реабилитированной, должны, конечно же, получить доступное жилье и инфраструктуру вместо компактного проживания. И поэтому самым важным моментом в этой части для обустройства МКП является программа ФЦП. В этой части, конечно же, мы неоднократно уже говорили о том, что большие суммы, в том числе чуть более 10 миллиардов в целом, было выделено на все эти мероприятия. Порядка 74 объектов в целом запланировано с самого начала формирования этой программы. На сегодняшний день уже порядка более 4 миллиардов в этой части уже освоено. И, конечно же, есть определенные уже достижения за эти 5 лет. Как бы сложно бы не было, с определенными, как говорится, проблемами мы входили в эти все процессы. Но, несмотря на это, процессы двигаются. Все мы, как говорится, и учимся, и понимаем то, насколько нужно выстраивать эту работу. И, конечно, важным достижением того, что уже большое количество жилой площади выделяется реабилитированным гражданам, порядка более 500 человек уже обеспечено собственным жильем. Это в рамках тех мероприятий, в которые проводит Государственный комитет по государственной программе Республики Крым, территория междунационального согласия. И, конечно же, это то достижение, когда уже до того момента, пока ФЦП ведет свое строительство, уже на сегодняшний день муниципалитеты, где проходит выкуп жилья, гордятся тем, что люди получают и собственное жилье. И, в конце концов, даже у нас есть уже районы, где очередь в целом уже закрывается. Я уже не раз об этом говорил. Кроме того, конечно, важные программы, которые идут по линии также Государственного комитета, это и выделение материальной помощи для завершения индивидуальных жилых домов. Это тоже порядка 500 человек где-то на сегодняшний день. Ну, в этой части как бы есть хорошие результаты. Кроме того, вот мы недавно было аренсировано, что в городе Керчи уже 72-квартирный дом уже готов и будет скорее в скором времени будет выдача квартир всем, кто стоит в очереди по этому городу. Кроме того, за тот период, 14-й, 15-й, 16-й, по сегодняшний день уже порядка еще трех домов было сдано и в Симферополе, и в Бахчисарае. Поэтому есть чем гордиться, есть важность тех задач, которые перед нами стоят, но и мы, конечно же, планово их все выполняем. Спасибо большое. Владислав Валерьевич, собственно говоря, огромная нагрузка и огромная ответственность легла на Госсовет, учитывая те задачи, которые нужно было решать действующему созыву нашего парламента. Какие ключевые задачи пришлось решать за вот эти прошедшие пять лет? Вы знаете, мы, конечно же, понимаем, что вокруг Крымского парламента вообще начиналась Крымская весна. Все события, так или иначе, которые мы сейчас активно вспоминали, были связаны с парламентом, с решением, которое он принимал. И, безусловно, Государственный совет Республики Крым сыграл и ключевую роль в процессе правовой и реальной интеграции Крыма в состав Российской Федерации. За период нашей конденции, вот за пять лет, немножко она затрагивает период с марта 2014 по март фактически 2019 года, принято более 650 законов и 2000 постановлений. То есть мы совершили невозможное в правовом смысле, юристы понимают, какой-то объем работы был проделан. С точки зрения реальной интеграции субъекта, который насчитывает 2 миллиона граждан, жителей Республики Крым и еще порядка полумиллиона в городе Севастополе в состав другого государства. Эта интеграция абсолютно полностью завершена. Правовая интеграция где-то была завершена на протяжении трех лет, безусловно, окончательно завершена сегодня. А политическая интеграция Крыма окончательно завершилась, когда мы выбрали президента в 2018 году, когда каждый крымчанин таким образом отдал дань благодарности нашему президенту за то решение, которое он принял 5 лет назад с точки зрения поддержки народов Крыма в их желании и стремлении воссоединиться с Российской Федерацией. Поэтому, безусловно, конечно, сегодня мы уже подводим итоги. Как уже сказал Иван, итоги очень успешные и очень много сделано. И вы знаете, самое главное, вот на мой взгляд, я очень много как депутат посещал наше муниципальное образование. Сегодня в Крыму фактически нет тех сельских поселений, где нет реальных изменений, позитивных. Их нет практически. Ну, возможно, где-то что-то еще руки не дошли сделать. Но сегодня каждый житель полуострова на себе ощутил реальные изменения. Не только вот того ментального выбора, который мы сделали 5 лет назад, но и конкретно с точки зрения того, что 20 лет Крым был таким захолустьем, откуда выкачивались максимально все ресурсы, кроме там дач украинских олигархов и действующих политических элит, ничего не появлялось. Вот мы говорили сегодня в ролике, смотрели про детские сады. Вот просто один пример конкретный, который позволяет понять, что произошло за 5 лет. За 23 года нахождения полуострова в составе украинского государства было введено 300 новых мест государством. За 5 лет в составе Российской Федерации введено в эксплуатацию 21 тысяча мест в дошкольные учреждения. Это сотни детских садиков, которые открыты на нашем полуострове. Мы понимаем, что это невозможно было представить 5 лет назад. 5 лет назад невозможно было представить наш Крымский мост. 5 лет назад невозможно было представить наши воздушные ворота полуострова. Сегодня это все наша реальность. И, конечно, мы подводим эти итоги и абсолютно говорим о победе Крыма. И с точки зрения тех внешних вызовов, которые тогда, казалось, стояли перед нами, и с точки зрения внутренних вызовов, мы действительно выходим командой победителей с точки зрения всего крымского народа. Чингис Евзеевич, сфера образования, она стратегически важная всегда и тем более сейчас. Какие ключевые изменения произошли в этой области? Да, действительно, как вот правильно заметил Владислав, строятся школы, дошкольные учреждения. Создаются детские сады. С нуля там построено, по-моему, если я не ошибаюсь, около 6 школ. 22, по-моему, тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях. Очень много делается с точки зрения обновления материально-технической базы. Всех уровней образования. То есть это и дошкольные, и школы, и система СПО. Наш университет не исключение. Вот в этой связи хотел бы, конечно, и поблагодарить республику, поблагодарить министерство образования. Вообще я удивляюсь, как они с такими темпами справляются. Но вместе с тем вот эта динамика, она внушает, конечно, очень серьезную надежду на то, что у наших детей есть великолепное будущее. Ведь, по сути, сила и мощь любого государства определяется прежде всего заботой об учителе, о тех людях, которые готовят детей. И приятно, конечно, отрадно, что мы не раз выступали с предложениями о программе «Земский учитель». Очень приятно, что президент услышал. И в общественной палате неоднократно мы выступали. И спасибо за поддержку. Были направлены эти предложения в Москву. Поэтому, конечно же, вот и хочется отметить, что и педагогов уже поддерживают. Насколько я знаю, в Симферополе уже выплачиваются пять тысяч. По-моему, в апреле планируется уже сделать это по всей республике. Планируется около миллиона давать стартовых. Но все это, конечно, цифры. Но самое главное, что сегодня делается, это обеспечивается вот такая морально-нравственная среда для наших педагогов, для наших учителей. И мы вот как жители, как граждане нашей республики видим, сколько делается. И, естественно, так же понимаем, что по дуновению волшебной палочки ничего не будет. Но вот еще раз подчеркиваю, вот эта динамика внушает очень серьезный оптимизм на будущее. И хочу сказать, что, наверное, в разы выросла забота об учителе. Поэтому приятно все это осознавать. И это, конечно, вдохновляет. Какие ключевые изменения произошли в духовной жизни мусульман Крыма? Я присоединяюсь ко всем ораторам, прежде выступившим. Действительно, ощущение защищенности, ощущение консенсуса, появившееся среди жителей Крыма, оно дало свой позитивный эффект и в духовной сфере. Мы получили единое пространство духовное в Крыму, единое духовное управление, которое сегодня занято налаживанием процессов духовного развития и морально-нравственного развития мусульманского общества Крыма. Это, конечно же, дало в свою очередь развитие именно тем, то есть воскрешение тех ценностей и их укрепления, которые были в мусульманском обществе ранее. Также в ролике были показаны некоторые моменты строительства соборной мечети, которую мусульмане Крыма ждут более 10 лет и которая уже казалась чем-то несвершимым, потому что очень много было препон и очень много было вождений вокруг да около, что, если честно, выхода не видно было. Строительство огромного количества культовых объектов по всему Крыму не менее значимых, чем соборная мечеть. На фоне всего этого поднялся потенциал изнутри народа, когда люди, увидев или почувствовав вот это, так скажем, духовное развитие, начали вкладываться и строить мечети в своих селах, не дожидаясь какой-то спонсорской помощи. На сегодняшний день по Крыму строится огромное количество мечетей именно непосредственно самим джематом, самими общинами. Это тоже очень такая интересная динамика, она нас радует. Также произошла огромная работа в процессе оформления религиозных общин, переоформления культовых зданий. Было принято волевое решение, что все культовые здания религиозного характера будут переданы духовному управлению, что тоже закрыло многие вопросы, поставило препону перед многими сектантскими или, скажем, не совсем традиционными идеологиями, которые каким-то образом пользовались этими объектами и пользовались той неразберихой в статусе объекта. На сегодняшний день большее количество мечетей перешло в состав духовного управления, переоформлено на баланс управления, что дает, в свою очередь, возможность правильно ими управлять и руководить. Также большой рывок сделан в вопросах просвещения, исламского просвещения в народе. Сегодня в Крыму с уверенностью могу сказать, что нет, наверное, поселков и сел, где бы не преподавали основ ислама, где не было бы воскресных школ. И даже если такие места есть, мы реагируем на заявки со стороны этих людей, если есть желающие, и у нас появляется обязательно человек, который там начинает этим заниматься. Это было сделать раньше тоже можно, но сегодняшняя поддержка, сегодняшняя и финансовая поддержка со всех сторон, и, как я уже раньше сказал, тот потенциал народа, который начал шевелиться, и те бизнесмены, которые ориентированы, социально ориентированы, со всей этой совместной поддержкой мы видим вот такой вот эффект. Ильин Казимович, мы, собственно, в преддверии большого праздника, 18 числа в понедельник, вся страна будет отмечать, собственно, те события, которые пять лет назад изменили ход истории Крыма и всей страны в целом. Какое значение все события имеют для крымских татар в частности? Ну, мы за пять лет увидели, как действительно государство заботится о обществе своем, как государство заботится об отдельных народах, независимо от количества населения. И мы за пять лет увидели, что эта забота проявляется, например, и в средствах массовой информации, которые начали свою работу в Крыму, о которых мы пять лет назад не могли мечтать. А сегодня эти средства массовой информации работают. Это и телевидение, и радио, и печатные, и электронные СМИ. И вот действительно мы видим активную стадию развития данных средств массовой информации. На сегодняшний день, как руководитель телерадиокомпании крымско-татарской, в которую входят два СМИ, телеканал и радио, можно сказать, что мы активно развиваемся. Сети, площади нашего вещания постоянно расширяются. Вот большая радость в 2018 году стала для всех и зрителей, и слушателей. Это увеличение площади вещания телеканала в цифровом вещании до 95%. Была проведена очень большая работа правительством и республики, и правительством нашего государства по расширению цифрового вещания во всем государстве, потому что идет программа о переходе от аналогового вещания к цифровому. Все понимаем, что цифровое вещание — это действительно 21 век, и оно позволяет качественно смотреть телевидение. Также в сфере радиовещания в Атан-Седасын Крымско-татарское радио расширило свои точки радиовещания с 3 до 14, и тем самым мы охватываем сегодня 80% населения полуострова. Это 5 лет назад мы об этом даже не могли мечтать. Ленур Азизович, ну, собственно, Крымско-татарская телерадиокомпания — это ваше структурное подразделение, как, собственно, и Дом дружбы народов, и медиа-центр имени Гаспринского. Как вы оцениваете результаты деятельности этих структур? Какое значение они несут для нашей республики? Я прежде чем ответить на ваш вопрос. Хотел бы вот в поддержку всех сказанных на данный момент спикеров сказать такую вещь. Буквально на одном из последних итогового совещания руководитель нашего субъекта Сергей Валерьевич Аксенов как раз благодаря и подводя итоги в присутствии руководителей муниципальных образований, руководителей министерств и ведомств, как раз-таки я и говорил, что, коллеги, за все это время вы можете гордиться и знать о том, что ни у одного руководителя субъекта, ну, ни у одного субъекта такого опыта никогда не было, поскольку это единственный неповторимый опыт и вообще события, которые произошли в Крыму, и то, как нам оперативно нужно было входить во все политические, экономические, да, все эти процессы. Поэтому действительно это так и есть, и каждый управленец, каждый человек, который принимал и стоял перед принятием решений, конечно, тоже проявлял свой патриотизм и, как говорится, и гордость за то, что в республике проходят определенные изменения. Что касается наших подведовственных учреждений, то, конечно же, все необходимые приоритеты, которые поставлены перед каждыми из наших, значит, подведовственных учреждений, они на сегодняшний день выполняются в полном объеме, и то, насколько необходимо, берем даже наш медиа-центр имени Газпринского, да, насколько мы сегодня четко, думаю, видим и понимаем ту необходимость и потребность с нашими национально-культурными автономиями, идут издаваться. То есть уже на сегодня идут письма с благодарностью о том, что раньше никакой поддержки не было. Кроме того, конечно, большую работу выполняет и в этой части и Дом дружбы народов. Какое количество мероприятий проводят. Назаду запланирован у нас круглый стол. Даже будет телемост с Ленинградской области, с городом Санкт-Петербург. Поэтому все те необходимые мероприятия, которые запланированы и ведутся сегодня, имеют большое значение для нас. И, конечно же, выполняют самую главную задачу выполнения тех целей, которые лежат во главе стратегии госнацполитики Российской Федерации до 2025 года. Ну и, конечно же, телеканал «Милет», который сегодня активно тоже развивается, молодая команда, которая сегодня, только заходя, когда в помещение телеканала, ты видишь, с какими глазами смотрят все, с каким воодушевлением. На сегодняшний день уже и материальная база, с гордостью можно сказать, что одна из лучших среди телекомпаний. Ну и, кроме того, конечно же, растет сам уровень развития тех ребят и всех тех людей, которые задействованы сегодня во всех этих событиях. Поэтому есть еще над чем, конечно, обязательно работать. И мы будем обязательно все учитывать мнение, важности и, конечно же, в дальнейшей работе свои использовать. Здесь бы хотелось поблагодарить Лену Разиловича. Он очень действительно думает о подведомственных учреждениях, заботится как руководитель, чтобы у нас были созданы комфортные условия для развития и жизнедеятельности. Здесь и все наши коллеги подтвердят, потому что уровень зарплаты растет. И Лену Разилович здесь оказывает содействие, и глава республики нас всегда поддерживает. Здесь действительно огромное спасибо правительству за то, что уделяется особое внимание и создаются все условия для качественного развития. Ну, как средство информации могу сказать 100%. Коллеги, знаете, мне кажется, самое важное, что по итогу пятилетнего нахождения Крыма в составе России мы можем с гордостью и с уверенностью сказать, что нас перестали делить по национальным квартирам. Честно говоря, если говорить честно, это ведь было в новейшей истории Крыма. Народ Крыма постоянно делили, разделяли по этническому, по религиозному принципу. Вот давайте возьмем только лишь город Симферополь. Сейчас идет реконструкция караимской кенасы. Много лет там находилось здание Крымского радио. Я сам работал в этом здании. И помню, что тогда только по субботам впускали караимскую общину Крыма для проведения молельных мероприятий. И то под наблюдением, под охраной этот вопрос решен. Здание было передано в пользование караимской общине. За государственный счет происходит реконструкция. Планируется реконструкция старейшей еврейской синагоги в Симферополе. Идет сотрудничество государства и институтов гражданского общества в плане строительства сейчас уже росписи Петропавловского собора, Кафедрального собора. Это будет тоже важнейшее событие для православной общины в Крыму. Конечно, идет сейчас серьезная работа и в плане постановки на кадастровый учет мечети, о чем говорил коллега. Это по всему Крыму. Помните, сколько было разговоров о языке? Этот вопрос был решен в 2014 году с принятием новой конституции Республики Крым. Три государственных языка. Тема закрыта. Понимаете, наконец-то была закрыта тема с так называемым фейковым предательством крымских народов в Великой Отечественной войне. Наконец-то с крымских татар, армян, болгар, немцев, греков, итальянцев было снято это клеймо. И я вот всегда задаюсь риторическим вопросом. Почему этого нельзя было сделать ранее? Потому что спекулировали. Потому что постоянно действовали по принципу Макеавелли, разделяя властвы. И посмотрите, ведь всего лишь за пять лет мы достигли таких существенных изменений. Вот он действительно, внутрикрымский консенсус. Не то, что общероссийский крымский консенсус. В нашем обществе наступил внутрикрымский консенсус. Мы перестали делить друг друга на какие-либо группы. Мы перестали делиться, вернее, мы стали делиться друг с другом. Понимаете? Ведь общество на самом деле существенно изменилось. И люди, проживающие на материковой части России, видят, что здесь нормальное, действительно, демократическое общество, правовое общество. Ведь даже по словам федеральных социологов, на 10% был изменен состав населения в Крыму за последнее время. Действительно, произошли колоссальные изменения. И колоссальные изменения произошли прежде всего в общественном сознании. Понимаете? У нас качественно новая политика. Вот обратите внимание, насколько грязно раньше проходили выборы. Насколько серьезно применялись черные технологии. Я вспоминаю выборы 2012 года в Верховную Раду Украины. Боже упаси, чтобы такое когда-либо повторилось. Вспомните, сколько было грязи, сколько было фейков, сколько различной дезинформации вливалось. И сейчас, конечно, мы находимся в состоянии этой информационной войны. И вы, как телеканал, участвуете в этой информационной войне. Но в большей степени мы можем сказать, что эти фейки сейчас производятся откуда-то за бугра или из-за перешейка. К сожалению, очень часто теми, кто почему-то до сих пор называет себя крымчанином. Вот те люди, которые здесь жили на гранты, те люди, которые спонсировались фондами различными, типа USAID, фонда возрождения, или посольством Нидерландов в Украине, посольством Соединенных Штатов на Украине. Все эти люди сейчас так называемые профессиональные крымчане разных национальностей, разных конфессиональных групп, прибывают в Киеве и выдают фейки. Постоянно различные фейки о том, что происходит в Крыму. Знаете, вот я нередко пишу в своем фейсбуке, что для того, чтобы увидеть изменения, надо приехать в Крым и посмотреть своими глазами на эти изменения. Правильно сказал коллега по эфиру, нет ни одного муниципального образования, где бы эти изменения не происходили. Спасибо большое, Иван Александрович. Владимир Александрович, собственно, что планировали сделать с Крымом? Сделать его таким санкционным, закрытым регионом, изолировать его экономически и с внешней стороны полностью. Но тем не менее, вот эти достижения, экономические в том числе, говорят, что эти планы не были реализованы, они фактически провалились. Но еще интересно, внимание иностранных делегаций к нам. Сколько за эти годы к нам приехало сюда иностранных делегаций из самых разных стран? Что делает Крым настолько востребованным, настолько интересным даже в условиях санкций? Однозначно, попытки изоляции Российской Федерации, Республики Крым, они провалились. Ведь мы помним, что действительно в 2014 году над Крымом они планировали создать купол изоляции. Экс-президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама обещал своими санкциями разорвать экономику России в клочья. Очень часто это вспоминают. Мы как-то разорванную экономику не видим, безусловно, мы испытываем трудности экономические, но мы при этом понимаем, что наша экономика находится на стадии роста. Понятно, если бы не эти внешние сдерживающие факторы, которые введены, она бы показала совершенно другие цифры. Мы бы развивались более динамично, но при этом санкционная война, которую Штаты сегодня ведут, не только с нами, она в принципе вредит очень сильно мировой экономике. Это испытывая на себе не только мы. Что касается Крыма, действительно, мы помним, какое будущее они нам обещали. И, в принципе, до сих пор это транслируется не только на Украине, это транслируется и в мире. Вот только сегодня Госдепартамент США выпустил заявление о том, что он осуждает Российскую Федерацию за нарушение прав человека в Крыму. Мы знаем, что эта тема регулярно спекулируется, в том числе и на самом высоком уровне, на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе Украины, при поддержке тех же Штатов. Постоянно принимаются пустые фейковые резолюции, о чем мы уже говорили сегодня. При этом мы понимаем, что мир, он очень динамично развивается. Развивается не только Крым, развивается и информационное пространство, и те средства, которые мы использовали, достаточно успешно. В первую очередь, Институт народной дипломатии, который мы начали развивать с 2014 года. И вы задали вопрос относительно количества делегаций, посещившихся полуостров, их десятки. И вот только сейчас мы находимся в стадии, даже уже наши коллеги прилетели из Франции. Да, большая французская делегация под руководством Терри Мариани, депутата Национального собрания Франции, наших друзей Крыма. И мы, знаете, регулярно на Украине тут же Порошенко поднимает тему, недавно Климкин, министр иностранных дел Украины, тему друзей деоккупации Крыма. Ну как-то клуб друзей деоккупации Крыма не состоялся и никогда не состоится. А вот клуб друзей Крыму, он на самом деле растет и расширяет свои границы. Ведь за эти годы нас посетил и экс-премьер-министр Японии, который до сих пор имеет в этой стране очень высокую степень поддержки, как общественный деятель. И экс-премьер-министр Италии, действующие депутаты Национального собрания Франции, Италии, Германии. Этот список можно продолжать. Делегации из тех же Соединенных Штатов Америки были. Мы знаем, что вчера Штаты приняли закон Конгресса США относительно запрета признания Крыма как части Российской Федерации. Ну, значит, они чего-то боятся, раз такой закон принимается. Значит, они понимают, что и в Соединенных Штатах в общественном мнении тоже за эти пять лет произошел переворот. И вы знаете, если тогда, в 2014 году, они действительно значительную часть мира смогли убедить в том, что здесь оккупация, что здесь происходят какие-то страшные вещи и так далее, то за пять лет мы этот информационный миф разрушили. И в первую очередь разрушили благодаря тем изменениям, которые происходят в Крыму, тому всему позитивному, о чем мы уже говорили, и благодаря тому, что мы на самом деле открыты. Мы открыты для всего мира, мы ждем гостей из любой точки земного шара и готовы показывать и рассказывать, чем живет сегодня Крым. Но при этом мы знаем, когда наши коллеги пытаются выехать на международные площадки, ОБСЕ и так далее, какие препоны они создают, как они не хотят слышать голос Крыма, как они не хотят слышать голос правды. Но когда мы такое наблюдаем и четко осознаем, что действительно правда на нашей стороне, и мы делаем все, что сейчас происходит, мы делаем правильно. И главное, что у нас есть надежная опора в лице национального лидера Владимира Владимировича Путина, который очень четко отвечает на все эти внешние вызовы. И на самом деле мы реально отдаем ответ очень серьезный. Вот как раз он сказал о Порошенко, и очень интересное заявление сделал Саакашвили на днях, что он готов был признать российский статус Крыма в обмен на вступление украинского государства в ЕС и НАТО. Понятно, что это обиженный Саакашвили сказал о своем друге по университету, но с другой стороны, знаете, Порошенко, он ведет себя как бизнесмен в политике. Мне кажется, можно вполне поверить в это заявление. Поэтому это еще одно подтверждение, вот слов коллеги. Спасибо. Но бегает он точно хорошо, как мы видим в последнее время. Так же, как и Саакашвили. Собственно, в прошлом году было такое памятное достаточно событие. Наша делегация посетила Турцию, Совет Крымско-Катарского народа в частности, и еще были журналисты из исламских стран у нас здесь в Крыму, в нашей республике. Как вы оцениваете вот такие попытки прорыва информационной блокады? Да, действительно, было очень важное такое событие, которое очень ярко и насыщенно показало то состояние положения вещей, да, Крымско-Катарского народа сегодня в республике Крым, поскольку очень большой резонанс был и в самой Турции, и на самом, как говорится, и высоком информационном уровне проходили все эти мероприятия. Были высокие гости и политики, и представители местных диаспор. Была экскурсия очень глубокая, интересная, как в религической, так и религиозная, так же и культурная. Но самое главное, что большой интерес вызвало то, что Крымско-Катарское сообщество сегодня очень активно развивается в республике, что, как было уже отмечено, и поддерживается традиции, культуры, язык на самом высоком уровне. И религиозная сегодня сфера очень сильно динамично развивается и укрепляется в том плане, как было отмечено Асады Лауджао, что все сегодня в едино-каноническое духовное управление мусульман Крыма передаются все эти мечети. А самое главное, что воля сегодня республики во главе с его руководителем намечена на поддержку и на развитие как конфессиональной сферы, так же и междунациональной. Поэтому на сегодняшний день только самый, я не знаю, скептик какой-то, который ни во что не верит, или самый ленивый человек не заметит тех перемен, которые сегодня происходят. Что касается самого этого события, то до сих пор поступает предложение снова посетить и рассказать все более и более то, как развивается крымско-катарский народ в Крыму. Ну а также и с нашей стороны есть предложение к тому, чтобы нам посетили наши друзья, которые принимали с теплом советскому-катарскому народу в Крыму, в Турции и тот теплый прием, который они оказали там. Да, Ирмин Казимович, вы тоже были в фарватере внешнего контура. Как там? Хотелось бы как раз о ней рассказать, потому что я к великой своей радости принимал участие и в поездке крымско-катарской делегации в Анкару. Ну я так, о ближайших событиях расскажу. Мы, телеканал подготовил документальный фильм о тех качественных изменениях, которые произошли на тот момент 4,5 года в российском Крыму, о том, что делается. И действительно, после этого подходили многие наши соотечественники, проживающие в Турции, с вопросами. И говорят, мы так переживали, потому что столько фейковых выбросов, разрушения Ханского дворца, столько неправдивой информации, хорошо, что вы приехали, показали, потому что документальный фильм был на турецком языке. Мы специально сделали такой акцент, чтобы информация, которую мы привезем и будем показывать, она была доступна для того зрителя, который будет это все воспринимать и смотреть. И действительно, вот эта поездка, она была решающей в разрушении мифов и создании дружеских отношений между Турцией и Крымом. И работа в этом направлении ведется дальше. В свою очередь, телеканал подготовил по итогу документальный фильм о поездке в Анкару, чтобы показать уже крымчанам, как нас тепло принимала турецкая сторона, с каким интересом они нас встречали, и сколько с их стороны было желания получить правдивой информации о тех событиях, которые происходят в Крыму. Ну а про Варшаву и той конференции ОБСЕ, которая была посвящена свободе слова средств массовой информации, на которую мне попытались вначале не предоставить слово как руководителю СМИ из российского Крыма, это действительно можно какой-то анекдот, наверное, придумать, потому что сама конференция посвящена свободе слова именно средств массовой информации, о том, чтобы какую работу провести и что нужно сделать, чтобы средства массовой информации более открыто и прозрачно работали. И на этой же конференции, на этой же площадке пытаются выдумать какой-то факт для того, чтобы не предоставить слово одному из руководителей СМИ. Это вообще такая абсурдная ситуация сложилась, но модератор после того, как МИД Российской Федерации направил ноту о том, что все-таки конференция, наоборот, посвящена открытости, принял правильное решение и предоставил мне слово. Было приятно наблюдать недовольные лица некоторых своих коллег, которые, так сказать, вначале получали удовольствие от того, что все-таки нас не воспринимают. Но все-таки потом, после моего выступления, делегация из Украины даже покинула зал в знак протеста, но через пять минут вернулась. Это в их стиле. Они любят такие... Ну, они сфотографировали свои противники, выложили в ФСБ. А потом вернули. Да, это очень интересно было, да, я так полыбался. Вот. Ну, работа ведется, потому что и динамика, она наблюдается. И в народной дипломатии, и в том, сколько уже поездок международных из Крыма, и сколько международных поездок в Крым. И динамика эта только наращивается. Чингис Визич, собственно, на примере инженерно-педагического университета можно пронаблюдать колоссальные инфраструктурные продвижения вперед. Какие у вас достижения вот в этом отношении? Ну, действительно, не скрою, идет просто беспрецедентная поддержка университета. Если говорить вот об инфраструктуре, если говорить вот о главном корпусе, то сделано три лифта. Спасибо, я хочу сказать, вот, председателю попечительского совета Руслану Исмельевичу Балбеку. Главный был катализатор этих процессов. Сделано очень много по доступности. Сейчас вот мы получили, значит, заключение о строительстве уже столовой. Это был объект незавершенного строительства в украинский период. Как раз вот при выборах Януковича на всем это и закончилось. Кстати, там в казну передали, казна все забрала. Делается действительно очень много. Я не знаю, спасибо огромное вам за то, что вы показали в вашем ролике наш объект, строящийся. Действительно, это большая гордость, это мечта Февзи Акубыча, долгожданная мечта. Ну, лет 20 он, значит, ходил за этой мечтой. Сейчас закончены там все железнобетонные работы. Идут отделочные работы, внешние, внутренние, остекление. Делается оранжерея наверху. Значит, уникальнейший действительно объект по своей оригинальности. Вторая очередь готовится уже к запуску, проектируются работы. По второй очереди это библиотека, мощнейшая библиотека с книгохранилищем. Это объекты спортивной инфраструктуры. Это действительно объекты, которые будут направлены на сохранение народных художественных промыслов. И многое-многое-многое другое. И хотелось бы все-таки отметить не только вот те материальные вложения, а все-таки немножко и копнуть и содержательную часть в университете. Это, безусловно, то, что сделано, во-первых, пройдена аккредитация, лицензирование. Процесс действительно очень сложный. И сегодня мы, слава богу, вот уже документы все поданы. Слава богу, нету отрицательных никаких отзывов от Рособорнадзора. И вот мы уже, я хочу сказать, что действительно полностью закончили интеграционный процесс в систему российского образования. Ведь сама по себе система очень гуманная, но вместе с тем очень требовательная и жесткая. Поэтому пройти вот эту процедуру уже, как говорится, не так, как мы это проходили в 2014 году, а проходить ее по условиям на общих условиях, конечно, непросто. И отрадно также то, что пройдена именно инженерная составляющая. Также аспирантура. И вот буквально 2-3 дня я чуть-чуть вперед забежал, но, коллеги, не могу, вы знаете, просто распирает, потому что действительно очень много было сделано. Огромное спасибо нашему коллективу, всем тем, кто приложил к этому усилия. И Львина улыбается, потому что она на кафедре истории у нас там работает. И знает, что аспирантура очень важна. А это бюджетные места, это возможность действительно вести научно-исследовательскую деятельность. Оборудование, если говорить в части оборудования, оснащения оборудованием, то, вы знаете, я хочу сказать, вот спасибо, Владислав Валерьевич, вот отмечал тут приезд иностранных делегаций. Очень много приезжает гостей, в том числе и мы в этих процессах, всегда рады видеть. Вот, на днях Ирина Валерьевна Кивика обратилась, говорит, у нас, говорит, тут француз хочет фабрику открыть. Так, пригласили к нам, он был ошарашен. Во-первых, ему, ну, кадры, человек ищет кадры. Мы говорим, кадры у нас есть, пожалуйста, шьем. Уникальное оборудование швейное, уникальное оборудование для технических направлений приобретено. При этом наш французский коллега отметил, вы знаете, такого даже нет у нас. Это, конечно, очень радует. Огромное спасибо еще раз и еще раз Министерству образования, правительству нашему. И много очень делается в системе дополнительного профессионального образования. Опять-таки, российские стандарты открывают для нас эту возможность. Возможность, опять-таки, привлечения внебюджетных средств университета и возможность заработать и нашим педагогам, и повысить профессиональный стандарт для слушателей, и реализовать вот эти профессиональные стандарты на тех предприятиях, которые работают. Очень серьезные связи налажены с промышленными предприятиями. Вы знаете, я сейчас разойдусь, и вы меня не остановите. Давайте я на этом закончу. Но хочу отметить, как, по-моему, собачье сердце, да, самое лучшее у вас еще впереди. Самое лучшее преобразование у вас впереди. Поэтому убежден, что вот при таком подходе, при таких вот вложениях мы просто обязаны, мы просто обречены на успех. Поэтому спасибо за ваш вопрос. Садаллах, у тебя какие изменения произошли в хадж-миссии за прошедшие годы? В 2014 году было предложено заняться хаджем, духовному управлению. Тогда было предложено 150 мест. И в рекордно короткие сроки, это две недели, вся хадж-миссия была на ушах. Вообще все мусульмане России были в шоке от такой скорости. За две недели были собраны все необходимые согласования. И в течение очень короткого времени были собраны все необходимые документы. Это были получены паспорта. То есть работали все службы в таком ускоренном режиме. ФМС работало, можно сказать, на паломников Крыма. Выданы были рекордно короткие сроки паспорта. Представьте, это 2014 год. Загранпаспортов у крымчан почти ни у кого еще не было. То есть только гражданство люди получали. Вместе с российскими первыми гражданскими паспортами были получены загранпаспорта в рекордно короткие сроки. И первые паломники, 150 человек, уехали из Крыма. С тех пор прошло 5 лет. Четвертый раз мы в этом году уже делали хадж. В этом году самостоятельно духовное управление делало хадж. Наш хадж-оператор, непосредственно наш, был включен в состав хадж-миссии России девятым членом. Это тоже радует, потому что не все духовные управления смогли быть включены в состав хадж-миссии своим оператором. Многие сотрудничают через одного общего оператора. Нам было оказано это доверие. Огромная благодарность главе Крыма Сергею Валерьевичу, конечно, за то, что он пролоббировал, так скажем, наши интересы. И интересы Крыма были защищены, потому что крымчане отличаются от мусульман Кавказа. Также мы отличаемся и культурно от мусульман по Волжье, поэтому наши вот эти непосредственно и религиозные тонкие теологические нотки и национальные нотки были защищены в том, что наш хадж-оператор сам везет своих паломников. Да, у нас всего 600 человек. Я говорю всего, потому что такие республики, как Дагестан, везут 10 тысяч человек. И мы на фоне них маленький хадж-оператор. Но все хадж-операторы, то есть все фирмы, высоко оценивают работу нашего хадж-оператора. И они удивляются, как мы на таком маленьком количестве людей умудряемся давать такой сервис. Я вот буквально в январе месяце был в Саудии, и там мы заключали все необходимые договоры на 2019 год хаджа. И арабские наши коллеги и в министерстве, и в других ведомствах, которые занимаются хаджем, тоже отметили хорошее качество работы АВН-тура, крымского оператора. Поэтому в вопросах хаджа у нас все хорошо. 600 квот мы имеем на сегодняшний день. Квота Крыма не ограничена. Хадж-миссия нам открыто об этом говорит. Из 21 тысячи примерно квот, выделенных мусульманам России, мы имеем свои 600 мест, но наша квота не ограничена. То есть все духовные управления, все операторы готовы поделиться своей квотой с крымчанами, если мы ее будем перебирать. Но также мы поставили цель перед хадж-миссией, чтобы они повысили все-таки наш лимит до тысячи человек. На сегодняшний день мы поставили такую планку для себя и работаем над этим. Владислав Ильич, у нас не так много времени остается, но тем не менее я не могу не затронуть такую проблему, как кадровый голод. Этот вопрос также затрагивал глава республики во время своего отчетного выступления в госсовете. Что мы можем сделать, чтобы решить эту проблему и какие меры мы в этом направлении предпринимаем? Как говорится, кадры решают все. Это все. Безусловно, мы знаем, как складывалась кадровая ситуация последние пять лет. Мы знаем, что глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов и председатель парламента Владимир Андреевич Константинов в принципе до сих пор находятся в поиске оптимальной кадровой модели. Мы знаем, сколько отставок было в региональном правительстве, сколько глав муниципальных образований за это время сменилось. Но вы знаете, когда я отвечаю на вопрос кадров в Крыму, я всегда говорю, но они же лишились своих должностей не потому, что были эффективны, и у них все получилось. Просто наш глава Сергей Валерьевич Аксенов, он не дает спуску своим чиновникам. Если он видит, что человек неэффективен, что он не справляется с возложенными на него обязательствами, он долго не церемонится. Мы это видели на разных примерах, и в Симферополе в частности, и в отраслевых министерствах и так далее. Если человек эффективен, вот мы говорили о министерстве образования, да и какой объем работы выполнен в этом ведомстве. Пять лет Талия Георгиевна Гончарова эффективно, повышая планку, это делать. Таких примеров в Крыму достаточно много эффективных чиновников, кто в это строился. Конечно, российская действительность принесла нам и другие реальности с точки зрения управления. Мы понимаем, что в украинском бюджете в принципе не было денег на уровне муниципального образования, по крайней мере. Когда эти деньги свалились на людей, каждый поступил с ними по-своему. Кто-то начал пытаться реализовать коррупционные схемы. И мы знаем, сколько сегодня действующих на тот момент глав администрации, в частности, находится в местах лишения свободы. Мы знаем, что и такие примеры были и в региональном правительстве. Это говорит о том, что тот коррупционный ответ, который мы сегодня на уровне общества, на уровне государства даем, в Крыму он реализуется в полной мере. И тот, кто сегодня пытается незаконно наживаться на бюджете, на наших налогах и так далее, он действительно заканчивает очень плачевно для себя. Говоря о подготовке кадров, мы знаем, что сегодня между Советом Министров и Крымским Федеральным Университетом при поддержке одного российского финансового университета заключен договор о переподготовке порядка 4 тысяч государственных служащих, работающих в Крыму, муниципального звена и чиновников Совета Министров. И вот эта программа, это очень серьезный шаг. Программа, по-моему, будет длиться два года, вот этого обучения и переподготовки. Это позволит нам действительно вывести наших чиновников на новый качественный уровень. Мы знаем, что с точки зрения поиска среди молодежи сегодня реализуется очень много кадровых проектов. Вот только сегодня завершился проект «Инужен республике». Сейчас работает проект «Политстартап», федеральный проект, который тоже нацелен на поиск молодых кадров. Мы создали молодежный парламент в Крыму, есть молодежный актив. Огромная палитра молодежных организаций сформировалась за эти годы, которая уже сегодня подарила, в том числе, эффективных чиновников. Ребята начинали свой путь как общественники, сегодня они работают в сфере государственного и муниципального управления. Поэтому мы потихонечку, конечно же, подтягивая в этом смысле то отставание, которое было, реальное, в вопросах кадров мы однозначно отставали. Но при этом мы понимаем, что у нас есть такие практики, которые не имеют аналогов в Российской Федерации. И то, что мы сделали за пять лет, вряд ли под силу было бы сделать, возможно, большинству субъектов нашей страны, имея те стартовые возможности, которые мы были. Мы сделали. Действительно, пять лет, итог которых мы сегодня подводим, это результат той работы, которая все-таки позволяет нам говорить, что, несмотря на проблемы с кадрами, кадровый вопрос в Крыму достаточно эффективно решается. Да, и Ленур Азизович, это программа кадровый резерв, она тоже ориентирована на то, чтобы выявить молодых талантливых управленцев, которые бы действительно эффективно работали в этой системе. Конечно же, очень правильно было сказано, как раз по этому направлению. И как раз-таки же большим примером в этой части является сам глава наш, Сергей Иванович Аксенов. Потому что открыто и четко показывает свое отношение к тем вопросам, которые решаются сегодня. А что я имею в виду? А это конкретно то, что прозрачность решения вопросов и отсутствие коррумпированности с его стороны, все те вопросы и задачи, которые он сам реализует и ставит, почему он критикует, почему он открыто об этом говорит, почему он спрашивает с руководителя. Потому что сам человек чист и чистый перед людьми, и чист в своей работе, и перед совестью, как говорится, и перед Богом. И поэтому это большой показатель для всех нас. Поэтому наша самая главная задача, чтобы мы из сознания наших будущих управленцев сегодня и молодых, даже тех, которые есть, вот стерли эту часть коррумпированности или вообще там, не дай Бог, отношение к бюджетному какому-то, как называется, пирогу или к бюджетным каким-то средствам. И тогда все у нас получится. Потому что самое главное убрать вот эти черные мысли, как говорится, и сознание, а оттачивать мастерство и новых взращивать управленцев, ну, мы в любом случае это сможем сделать, поскольку наш многонациональный народ, да, Крыма, который сегодня есть, вот те молодые ребята, которые сегодня просто рвутся, чтобы помогать. Чем они могут помогать, со своими знаниями, силами, вне зависимости от национальности, показывает о том, что большой есть потенциал у молодежи. И мы даже в своей работе, лично в своем комитете, да и очень большое, придаю этому большое значение, именно продвигая молодежь, продвигая всех тех, кто имеет креативное мышление, и тех идейных молодых людей, которые сегодня, ну, в рамках или, как говорится, в той сложившейся ситуации, как развивается сегодня республика, создают новые идеи, которые позволяют все более интереснее, интереснее и качественнее принимать управленческие решения. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить о том, что кадровый резерв необходимый, он уже существует у нас и при Совете Крымских Татар, которые у нас есть, и также показывает свою необходимость в той части, что каждый молодой человек или девушка, которая сегодня проходит в этот кадровый резерв, понимает, насколько необходимо это нужно, и какую ответственность он будет завтра перед народом и перед крыльчанами нести. Поэтому в этой части работы у нас тоже продолжается, и, конечно же, поиск наших, как говорится, алмазов, да, которые дальше будут развивать республики Крым, очень важно. Это и как раз хотелось бы отметить ту учебную программу, которая также в республике Татарстан проходит при огромном содействии главы республики Сергея Валерьевича Аксенова и президента Татарстана Мениханова. То есть это та тоже возможность, сегодня уже получив второе высшее образование на базе Казанского инновационного университета, ознакомиться с теми идеями и ноу-хау, и вообще с управлением, управленческим составом одного из ведущих субъектов Российской Федерации, и соприкоснуться с той моделью, которую сегодня за короткий период тоже Татарстан развил. Поэтому и будущие наши студенты, которые получают там государственное муниципальное управление, получают большой и практический опыт, и теоретический. Поэтому эта работа также важна и необходима. Ван Александрович, очень коротко. Знаете, за пять лет мы видим, что в Крыму было реализовано ряд проектов в области инфраструктуры. А это создает нам в первую очередь возможность для роста нашей экономики. Несмотря на санкции, наше зерно поставлялось в Сирию, наше зерно поставлялось в Иран. Несмотря на санкции, турецкий бизнес, израильский бизнес, бизнес из Германии уже работает в Крыму. Пять лет назад Крым не только изменился сам, но и изменил всю Россию. И знаете, действительно существенно повлиял на геополитические процессы, которые происходят в мире. Я всех наших телезрителей, всех нас поздравляю с предстоящей годовщиной Крымской весны. Если эти пять лет для нас были временем успешным, то представьте себе, что будет через десять лет. Через десять лет я убежден, что мы будем говорить о существенном росте нашей крымской экономики. Об успехах в образовании, об успехах в медицине, об успехах в сельском хозяйстве. Не секрет, что мы даже продвинулись в вопросе преодоления вододефицита. Всех поздравляю с предстоящим днем общекрымского референдума, днем воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Знаете, нас ждет только успех. Я думаю, что это будет именно так, потому что через десять лет мы будем с вами подводить еще более масштабные итоги. Потому что очевидно, что крымчане заслуживают на вот эти позитивные изменения. Мы действительно трудолюбивый народ и видим, как вся Россия заботится о том, чтобы Крым действительно находился в таком успешном социально-экономическом развитии. Да, Алина Розизович, мы входим действительно в преддверие большого праздника. Какими будут ваши пожелания крымчанам? Самые искренние и самые оптимистические, поскольку действительно пять лет дата, которую мы вообще в одно мгновение ее просто прожили и сделали очень многое. И в этом заслуга всех нас, без исключения, и управленцев, и жителей, и самых обычных людей, которые сегодня в республике проживают и трудятся в целом. Поэтому, конечно же, самая главная реализация всех этих успехов только заключается в том, что, сделав однажды выбор, поступив в 2014 году, именно 16 марта сделав свой выбор, твердой рукой сделав свой выбор и проголосовав, сегодня мы с уверенностью двигаемся вперед. Поэтому, на мой взгляд, это самое важное, что шаг был сделан очень твердо и фундамент был в то время заложен очень твердо. И поэтому нам сегодня только развиваться и процветать. А всех хотел бы, конечно же, от души поздравить с днем референдума и с воссоединением Республики Крым с Российской Федерацией. Спасибо огромное. На протяжении нашего эфира сегодня шло онлайн-голосование. Почувствовали ли вы позитивные изменения за прошедшие пять лет? Да, ответила 1934. И нет, нет 90 человек. Действительно, за прошедшие годы мы решали самые сложные, самые нестандартные задачи. Но самое главное – это то, что пять лет назад мы победили. И мы будем побеждать впредь, делая нашу жизнь качественно лучше. Поздравляю вас тоже искренне с наступающими праздниками. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующую среду.